В этом выпуске вы узнаете о том, когда улица Ленина вновь станет автодорогой, чему дети могут научиться в оздоровительном летнем лагере и где найти пушистого друга. Подробности далее. Где стояли цветы, поедут машины. Улицу Ленина в Новосибирске вновь откроют для движения транспорта. Фестиваль флористики завершится на выходных. При этом часть композиций уже убрали с центральной улицы. Не все цветы смогли перенести сибирскую жару, пострадали растения и от вандализма. Напомню, тематика выставки цветов в 2023-м – времена года. Кстати, в городской администрации обсуждали вопрос, сделать ли улицу Ленина пешеходной на постоянной основе. Однако, по словам представителей мэрии, после закрытия экспозиции автомобилисты вновь смогут ездить по проезжей части. 392 ядра процессора «Суперкомпьютер» для создания новых типов материалов разработали специалисты Центра национальной технологической инициативы на базе НГУ. Вычислительный комплекс построен на 11 высокопроизводительных узлах, которые объединены сетью. Проектная скорость передачи данных – не менее 75 гигабит в секунду. «Суперкомпьютер» позволит разрабатывать алгоритмы решения обратных задач, оптимизации конструкций по различным критериям прочности, а также внедрить в технологии машинного обучения и искусственного интеллекта в генерацию новых материалов. Все это необходимо при проектировании деталей для авиационной, космической, энергетической и иных отраслей промышленности. Квесты, встречи с олимпийскими призерами и знакомства с разными профессиями. В регионе стартовала профильная лагерная смена «Движение в плюс». Сто мальчишек и девчонок стали участниками этой смены. Дети – жители разных районов области и города Новосибирска. Это детки, которые испытывают трудности в социальной адаптации. Эта смена у нас проходит уже 11 раз. Особенностью смены нынешнего года как раз стала, что участниками этой смены стали представители отделений местных отделений Общероссийского общественно-государственного движения «Детей и молодежи» «Движение первых». Для детей десятки мероприятий, показательные выступления кинологов, уроки оказания первой медицинской помощи от спасателей. А сотрудники МВД подготовили необычный квест, где ребята смогли познакомиться с новыми профессиями и отработать практические навыки. Например, как настоящие криминалисты научились снимать отпечатки пальцев. «Самое главное, что здесь созданы все условия для детей с различным увлечением и возможностей заниматься спортом, творчеством. Дети, которые сегодня, может быть, и не очень активны в школах, и не очень хорошо учатся, но вот эта именно командность, общение и настрой самих вожатых помогает этим детям организоваться, то есть соблюдать режим дня, правильно питаться». Пить вино по пути в Сибирь. Авиакомпания «Севен» начала предлагать алкогольный напиток пассажирам следующих рейсами Москва-Иркутск и Москва-Новосибирск. Причем отведать белое или красное вино отечественного производства могут путешественники с билетами эконом-класса. Нововведение заработало с 18 июля. Авиаперевозчик его планирует не только сохранить, но и внедрить для пассажиров рейсов между Новосибирском и Иркутском. Преданность от породы не зависит. Найти пушистого друга жители мегаполиса могут на ярмарке раздачи животных. День хвоста уже завтра. На мероприятии будет несколько десятков кошек и собак из приютов мегаполиса. Все они привиты, стерилизованы, чипированы и нуждаются в добрых руках. Кроме того, на ярмарке откроют пункт приема помощи, через который можно будет пожертвовать бездомным животным корма, битпрепараты и постельное белье для подстилок. День хвоста проведут в субботу с 12 до 18 часов по адресу Бориса Богаткова 206. Организаторы напоминают, для котов нужно принести с собой сумку-переноску, а для собак – поводок. По России на поезде героев 100 талантливых ребят из Донецкой и Луганской народных республик, а также регионов Сибирского федерального округа, примут участие во всероссийской акции, организованной при поддержке губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. В увлекательное путешествие по городам нашей страны отправятся дети, достигшие наивысших результатов в спорте, образовании и культуре, а также кадеты и юнормейцы. Маршрут – Омск, Тюмень, Екатеринбург, Уфа, Самара и Саратов. В каждом мегаполисе ребят ждет насыщенная культурная программа, мастер-классы и экскурсии, в том числе по местам воинской славы. Торжественный запуск поезда героев – 1 августа на вокзале Новосибирской главной. Оконечной остановкой 8 числа станет город-герой Волгоград. Аккуратнее на дорогах советское шоссе в Новосибирске сузили еще – на участке от улицы Мира до улицы Петухова. Всему виной очередной этап ремонта автодорожных путепроводов. Автомобилистам придется ездить по одной полосе до 4 августа. По данным МКУ Гормост, такая мера поможет сдать дорожные объекты досрочно. Не в октябре, а в начале сентября. Ну а пока объехать проблемный участок можно будет по Ватутина, Сибиряков-гвардейцев, Комсомольской и Бронной. Архипелаг 2023 начнет новую эру беспилотия. Интенсив впервые пройдет в Новосибирской области с 28 июля по 7 августа. Это самая большая площадка, где будет проведен профессиональный форум отрасли беспилотных авиационных систем. И он соберет в качестве участников очень серьезное представительство. Профессионалы, которые сегодня занимаются разработкой, производством, выпуском. Профессионалы, которые готовят комплектующие, обеспечивают программное обеспечение. Главная тема – архитектура неба. В программе – мастер-классы, интенсивы, круглые столы. Мероприятие будет доступно онлайн по всей России. На трех основных площадках проведут более ста соревнований для дронов. Военно-тактические, спортивные, технологические. В условиях СВО беспилотники позволяют достичь высоких результатов и зачастую спасают жизни военнослужащих. Также в Кольцово будет работать площадка «Человек-плюс», посвященная развитию биотехнологий до 2040 года. В рамках третьего направления социального проектирования рассмотрят инновации в здравоохранении, образовании, повышении качества жизни, развитии научных территорий. Участие примут более 2000 человек. Нанокапсулы против онкологии. Сибирские ученые совместно с коллегами из Китая разрабатывают новый метод лечения рака. Исследования проводят сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СОРАН и доктора онкологической больницы при медуниверситете китайского города Гуанчжоу. Они создали нанокапсулы из полимера нейлон-6, который обычно применяют для изготовления колготок и хирургических нитей. Материал биосовместим и биоразлагаем. Ученые считают, в микроскопических капроновых капсулах можно хранить большую дозу препарата, который будет точечно воздействовать на опухоль и при этом снизить токсическое воздействие медикаментов на организм пациента. Разработку планируют применять для лечения глиом, агрессивных опухолей мозга. Спорту возраст не помеха. В Новосибирске стартует фестиваль «Сибирская волна». Любители водных процедур приглашают принять участие завтра. Место сбора – Бугринская роща. Дистанция больше 3,5 километров по АБИ. Попробовать свои силы смогут совершеннолетние спортсмены – мужчины и женщины. В нескольких возрастных группах – от студентов до пенсионеров. Обязательное условие – участники обязаны иметь спортивную подготовку не ниже третьего разряда. Регистрация на фестиваль стоит 1000 рублей. Торжественное открытие «Сибирской волны» – 22 июня в 11.20. Объем несырьевого экспорта из Новосибирской области в прошлом году вырос на 6%. Как дальше развивать внешнеэкономические связи, обсудили представители 10 регионов Зауралья в Новосибирске. Акцент ставим на проработку логистики. Мы с нашими компаниями новосибирскими в том году посещали базис на Индию для проработки логистики. В этом году у нас по плану был Иран. То есть понятно, что все цепочки идут, выстраиваются через Каспий, по берегам Каспия, через Иран и на Индию, на Аравийский полуостров. Задача импортозамещения и поиска материалов, элементов для производства собственной продукции, затем задача логистики. Перерабатывающим предприятиям Новосибирской области и есть, что предложить иностранным заказчикам. В частности, продолжают пользоваться популярностью топливные элементы для атомных станций и катализаторы. Все более востребована сельхозпродукция. Важно не просто произвести эти товары, но и доставить их до потребителя. По новым логистическим цепочкам, чтобы цена оставалась конкурентной. Для этого действует национальный проект «Международная кооперация и экспорт». В частности, малым и средним компаниям предоставляют субсидии на организацию перевозки товаров. На совещании ее предложили увеличить. Такие инициативы, возможно, лягут в основу новых правил. Посмотреть те меры федеральные, региональные, как они работают, что не хватает, что необходимо докрутить, и с этими предложениями, затем уже вместе с коллегами, если это требуется решение от федеральных органов исполнительной власти, также от работы. Концерты, выставки и кино. С начала года в рамках программы «Реабилитационный сертификат» учреждения культуры посетили больше 1700 человек, участники специальной военной операции и их семьи. Чаще остальных заявки на участие отправляли жители мегаполиса, а также Новосибирского района и Бердска. Осенью с возобновлением театрального сезона участники СВО смогут посещать и спектакли. Кроме того, по сертификату доступны специальные семейные туры выходного дня, социально-медицинская реабилитация бойцов, физкультурно-оздоровительные занятия, стоматологическая помощь, профессиональное обучение и другие меры. Ветеринары успокоили жители села Иткуль Чулымского района, которые были уверены, что к ним в курятнике наведалась чупакабра. Неизвестное лысое животное, похожее на кенгуру, с длинными задними лапами, поймали на одном из подворий. Специалисты говорят, это одичавшая собака, зараженная демотикозом. Так называется вид кожеедной чесотки, при котором сильно облезает шерсть и появляются трофические язвы. Скорее всего, у брошенной собаки была еще и грибковая инфекция, что в итоге и привело к ужасающему внешнему виду. Сибирский кольцевой источник фотонов пугает жителей Академгородка возможными пробками в микрорайоне. К такому выводу пришли исследователи из НГУ и Института экономики и организации промышленного производства. Ученые проанализировали данные опросов общественного мнения обитателей Новосибирского научного центра. К строительству скифа чаще всего положительно относятся те, кто знаком с проектом и понимают его значимость. А среди главных поводов для беспокойства – транспортный коллапс. В своей работе социологи сравнили опасения жителей с теми, которые высказывались ими в 2006 году при строительстве технопарка. Тогда в Академгородке переживали по поводу вырубки лесов, перенаселения, утраты особого статуса территории, ухудшения криминогенной обстановки и все тех же проблем с количеством автомобилистов. По последним данным, сейчас подобные тревоги из-за Академпарка в научном центре практически отсутствуют. Не забудьте взять с собой плед и коврик для йоги. Если планируете интересно, используй для здоровья. Провести пятничный вечер. В Нарымском сквере сегодня кинопоказ и эко-встреча. Вход свободный. В 5 часов вечера стартует фестиваль «Зеленый чай». В программе – мягкий фитнес, лекции об экологии и осознанном потреблении, эко-квиз и игротека. А в 21.30 стартует показ мультфильма «Валли». Кроме этого, в сквере будут открыты пространства для творчества, спортивные площадки, а также приедет эко-мобиль для приема макулатуры, крышечек и пластика. Уделить внимание можно будет и братьям нашим меньшим на благотворительной фотосессии с собаками «Доброе сердце». Собранные средства передадут фонд «Хочу жить». Густой туман и серебристые облака. Новосибирский астрофотограф запечатлел необычное космическое явление в режиме быстрой съемки «Таймлапс». Кадры Алексея Полякова на экране. На сотнях фотографий, объединенных в видео, плывущее зарево, туман и крупные серебристые облака, ролик астрофотограф выложил на своей личной странице во Вконтакте. По словам Алексея, небесные красоты он наблюдал в начале этой недели. Причем не все, что удалось снять, художник спонг распознать. Из-за чего получился пульсирующий эффект на видео осталось загадкой. К этой минуте у меня все. Следите за нашими новостями также на YouTube-канале ОТС Live. В студии работала Екатерина Широких. До новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok